Вы смотрите Информбюро, продолжаем выпуск. Перед фермерами стоит непростая задача – заготовить корм для скота. В нынешних реалиях эта миссия не из легких. Из-за засухи в некоторых регионах не хватает сена, а цены на корма растут. Сегодня глава Минсельхоза Ербол Карашукеев провел заседание оперативного штаба по кормообеспечению. Чиновник заявил, что рост цен напрямую связан с некоторыми публикациями в СМИ. Сильная засуха, установившаяся в начале лета, привела к падежу скота в Мангостаусской и Казалардинской областях. Не потерять поголовье из-за нехватки корма – сегодня задача номер один для животноводов. Но запастись им могут далеко не все – мало травы, высокие цены на корма и дистопливо. По мнению главы Минсельхоза, не последнюю роль в ценообразовании сыграли средства массовой информации и прогнозы аналитиков. По его словам, некоторые публикации с якобы раздутыми проблемами спровоцировали торговцев поднять цены на корма. Сейчас животноводам из Мангостаусской и Казалардинской областей пострадавшим этим летом выплачивают деньги из госреестра, чтобы сократить их расходы на закуп корма для скота. Когда эта проблема была, 1,9 миллиардов тенге из резерву правительства выделили. Эти средства уже начали распределяться среди личных подсобных хозяйств, 40% я, насколько помню, и 60% среди крестьянских организованных хозяйств. Более 5 миллиардов тенге в помощь соседям выделяет Актюбинская область. Из местного бюджета на эти деньги хотят закупить корм и доставить его до адресата. Во многих регионах активизировались волонтеры, которые поездами отправляют в сено. Добровольцы уже направили 150 вагонов. Но оказать помощь даже при большом желании не всегда легко, признаются активисты. Вначале волонтеры грузили сено в вагоны руками. В такую жару. Потом я сделал публикации в Фейсбуке, обратился в Акимат, к местным предпринимателям. В течение трех дней решался вопрос с техникой. Под данным исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, по стране заготовлено уже около 70% кормов. Но с этим не согласны сами фермеры. По их словам, цифра завышена, так как проблемы испытывают многие. Он должен сам проехаться, посмотреть не те хозяйства, которые ему показывают, а те, которые действительно ситуация осложнилась. К сожалению, у нас государство на сегодняшний день хочет делать вид, хочет показывать данные, что у нас все прекрасно. Как пояснили животноводы, помимо высоких цен на корма и засухи, ситуацию усугубляют степные пожары.